Ну мы, прежде чем к вам ехать, конечно же, мы написали вашим ребятам на сайте, в вашем группе. Они так быстренько все ответили. Ну я столько не заберу, придется ходить по два раза, а то и по три. Кости, все говяжье. Я знаю, что все нельзя собакам, ну вроде бы как нельзя свинину, поэтому мы старались сделать телятинку и вам передавали магазины, у которых мы покупали. Мы сказали сразу, что мы едем в Криют Верность, они нам сделали 50% скидку. А что за магазины? А вот на Николаева рынок мясо там продают, ларька. Спасибо огромное, люди добрые, честное слово, что помните про нас, знаете нас и такие скидки делаете. Честное слово, спасибо. И привозите сами. Это очень, между прочим, важно. Вы знаете, мы сейчас удивились, когда мы ехали, что есть указатели, и мы когда забивали в навигаторе, я же не знала, я первый раз приехала, мы просто забили приют в верность, и он четко нас привез. Поэтому вы на государственном, получается, уже уровне. Так, это еще не все, давайте я вам помогу. Ну, приют уже 11 лет, пятый год мы в Кохлово находимся, а до этого находились в городе. Да, я видела вас, статьи о вас, и много информации еще, когда вы только начинали. Ну, заходим. Лазь, 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 лазь. Та моя зайка, моя девочка, моя ласковая собака такая, да. Видите она, как вам благодать? Ну, у нее на самом деле на днях произошла травма лапы. Одна из лап у нее, видите, какая? То есть была чулком снята шкура практически другой волчицы. Волки подрались, и... Обычные... Ох, ничего себе, как ее разобрали. Да, волк, на самом деле, вот после таких травм, особенно, чем она уникальна, эта волчица, что после вот таких вот травм она позволила себе взять на руки. Так вы посмотрите, какой у нее комфорт, у нее тут диван. Ну, комфорт это у нее, а спать-то мне с ней приходится. Вот сейчас в этом помещении ее не оставишь. И мне приходится укладываться на этих креслах, она спит вон на том диванчике. Это ее отчина. А, то есть ничего себе, это знаете, как в гости приходишь, да? Да, да. К гостям все самое лучшее, а сам девочек. То есть вы находитесь, вы спите вот здесь вот в этой комнате. Ну, сейчас да, а по-другому ничего не сделаешь. Почему? Потому что одну ее оставить невозможно. Она облизывается. Да, я знаю. На самом деле, можете протянуть ей руку. Да, она нет. Попробуйте. Я надеюсь, что нет. Не знаю. Все нормально. По поводу энергетики, вы именно к тому человеку, которого волки воспринимают нормально. Она вот, посмотрите, она меня понюхала, поняла, что я не опасная и пошла. Да. То есть это определенный уровень человека, то есть его излучение, как я говорю, волны такие, которые волки могут терпеть. Если это что-то типа скрип пенопласта по стеклу, все, они не могут его выносить. Выходит меня. Нюхает, да. Нюхает. Я только боюсь за одну вещь, за одежду. Она может оттянуть одежду и... Ну, волке, они обычно, им интересно вынюхать, чем человек пахнет. Она оторвет кусок одежды и пойдет нюхать ее. Оторвет? Может, да. Может, да. Ну, как? Не-не-не, она так не тронет. Ластя, все, успокойся. Мне интересно. Потом, ну, все, понюхала, все, потом тебе кино покажу, все. Она не крупная волчица, есть такие мелкие. Лучка. Ну, в основном они не больше лайки, чуть-чуть больше лайки. Вот, кабельный он покрупнее ее, конечно, побольше. Она килограмм 30, а тот килограмм 45. А, он такой массивный, да? Да, ну, у него сейчас... Нет, ну, вы видели ее глаза, какими она смотрит? Ей само интересно. Она такая смотрит, и такая, так, я сама женщина посмотрю на эту женщину. Ну, что же она из себя представляет? Стоит картина, здесь лежит волк, при том, что чистый, породистый, лесной. И здесь стоит картина. Кто ее подарил? Эту картину мне подарил мой друг. Это Наталья. Она, как вам сказать, уже является не только моим другом, но и другом приюта уже много лет. И вот я, когда у меня появилась вот эта волчица, картина появилась раньше, я просто офигел, когда волчица выросла. Я посмотрел, насколько они похожи. Вообще просто копия. Вот эта вот комната сделана из кусочков плиток. Я не знаю, может быть, не все обращали на это внимание, но она реально сделана. И вот, знаете, когда остается у людей плитка, и они ее приносят, и вы клеете... Вы действительно здесь сделали ремонт именно таким способом? Вы собирали плиточку к плиточке? Да, за этими стенами, просто сейчас дверь закрыта, отсюда она не открывается, только с той стороны дверь замок работает. Все вот это помещение по кругу, ну сколько там, 300 квадратных метров, все заклеено плиткой. Именно эту плитку привозили люди, у кого от ремонта какая оставалась. Тут есть плитки, по тысяче или по две плитка стоит. Ну, я смотрю, что плитка классная, между прочим. Да, ну, вот то, что оставалось кусочками, мы как бы применили вот эту вот такую технику. А, между прочим, это очень прикольно. Да. Очень красиво. Я скажу, даже больше мы запустили некую моду в городе, почему? Потому что люди теперь стали так новостью. Ну, просто, знаете, обычно, когда заходишь в какое-то место, да, где там больницы или еще что-то, все вот эти вот скучно, белое или что-то серое, а у вас прям тут радужно. Мы когда начали вот эти первые комнаты выкладывать, они именно такие скучные получились. А когда нам подсоветовали вот такую идею, но не потому, чтобы веселее было, а чтобы сэкономить. Эту-то плитку нам пришлось купить, чтобы комнату делать. А, вот ту. А здесь мы сделали вот таким вот образом, сэкономили. Ну, мало того, что сэкономили, еще и весело сделали. Вот это? Ага. Это не ребенок. В смысле не ребенок? Это директор. Вот лично я уже без животного мира, я как-то... Вы не представляете? Не представляю. Я с животными, с собаками лет с десяти, но как-то так жизнь, видно, провела меня правильно, что для меня любая животина, животина, кроме змей. Вот змей... Змей нет, да? Че-че, но этих гадов точно нет. Отношусь категорически плохо к гадам. А было такое, чтобы вам привезли змею и сказали, Дима? Ой, у меня был недавно... У меня тут был случай недавно такой, вот прошлым летом. У нас была птица, занесенная в Красную книгу. Это карачун по-другому. Змея. Змеи-яд они называются. Это огромная птица, в два раза больше, чем эта. И там голова вот такая крупная. Они вот таких вот змей едят запросто. И нам, чтобы его кормить, приходилось ловить змей. Тут их достаточно хохло. А, змей тут много, да? И как-то период у нас тут их маловато было. То ли они не проснулись, то ли еще что-то. Я не знаю, какой-то период спад был, что их нет. И мы клич в интернете бросили, что, мол, типа... Принимаем змей. Да, принимаем змей. И нам навезли банку змей. Гадюк, уже и гадюк целую кучу попривозили. Я боюсь, боюсь крыс и змей. Так самое интересное. Ну что, мы их привезли там, банку еще, ну, мы в одно ведро их положили и в морозилку на минус 18. И что, они выжили? Ну, выжили. Не выживляйте меня. Вот я сам удивился. Я никогда не знал, что они размораживаются и оживают. Да ладно? Ну, я положил этот клубок, короче говоря, в ванну, чтобы их по пакетикам разложить, чтобы потом не топориком... Дозировано. Да, да, дозировано сделать, дозировочку. И по пакетикам раскрутить. Я положил этот кусок в ванну, полил теплой водичкой, а тут кто-то приехал, пришлось людей встречать. Я пока ходил, короб разбирал, пока экскурсию провел. А не выжили? Прихожу, да, так это же на камеру заснято вообще. Я такой прохожу мимо ванны. Все такое, мне, думаю, показалось. Хорошо, что я не рукой туда полез. Беру длинный зажим и в ванну. Гадюка очухалась, ну, очнулась и вот так вот повернулась. Я понял, что они... Минус 18. Ну, там тогда не минус 18, наверное, минус 12 было, скорее всего. Слушайте, ну, нас с вами минус 17 положи в морозилку. Я думаю, минуса хватит. Минус 18. Я никогда в жизни так близко аиста не видела. Никогда. Минус 18. Нет, а посмотрите, какие они дружные. Посмотрите, он прячется вот за него, да, вот чтобы опасности не было. Не бойтесь, ребята, не бойтесь. Но они еще не совсем к нему привыкшие, но уже нормально, более-менее потихоньку идет. Нет, у меня вот, знаете, когда я так смотрю, такое количество животных, я думаю, боже, это же сколько нужно готовить еду. 120 собак накормить, это же просто можно с ума сойти. Ну, раньше было их 320. И это просто, представляешь, всех накормить, это же вообще. Это, чтобы даже 120 собак накормить, это надо, ну, даже если сухого корма, аккуратно, если даже сухого корма, то это же, ну, несколько мешков сразу получается, да. На 8 тысяч уходило, это в день, в день. Это раньше, а сейчас я не знаю, сейчас цены-то поднялись. Это кухня. Проходите, сейчас покажу. Это вы, то есть, вот здесь вот растапливаете как печку, и вот на этом все готовите. Ну, я вам скажу, что я у бабушки, когда маленькая была, у нее была печка, это была самая вкусная еда. А, это вытяжка. Вытяжка, вот. Вот рассчитано на то, чтобы можно было круглосуточно готовить еду комната повара. Ну, на данный момент пока сейчас... Это с ума можно сойти, круглосуточно готовить еду. Сообщаю, как мать двоих мужчин и жена. То есть, три мужика, это тоже, ты стоишь целый день. А еще и собакам в таком количестве. Еще и нас всех накормить надо, кроме собак. А, еще и вас. Ой, нет, нет, это должна быть очень отважная женщина. Это героические чуваки. А, значит, девчонки молодцы в этом плане, с голоду никому не дадут помереть. Как-то по лету запускали эти печки, ну, включали, чтобы они потопились немножко, проверить, как ванны работают. Ну, без вентиляторов здесь вообще дышать нечем, потому что площадь быстро прогревается моментально. Ну, вот эти вот вентиляторы, они такие, вроде как мощные. Ну, вроде бы как от нашей то ли восьмерки, то ли девятки, то ли девяносто девятки. А, то есть это еще и такая внутренная система. Да, автомобильная деталь, короче, какая-то. Ну, тут через трансформатор это все на 12 лет. Это кто придумал? Ну, кто придумал? Кулибины наши, которые всю эту плитку ложат, они и придумали. Я смотрю, здесь все накормлено, все плитки. Олег и Денис, да, они уже какой год это все плиткой заматывают. Это очень, на самом деле, такая работа кропотливая. Это же не одна плитка, а каждый кусочек, он не подходит, его подрезать надо. Да, 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 я обратила внимание, что от таких до вот таких. Мы первый раз приехали в приют «Верность». Очень довольна, что мы увидели, как здесь содержат и относятся, наверное, больше того, что относятся к животным. Да? Да, мне очень понравилось. Очень понравилось, да. И спасибо этим людям, что они создали этот приют и помогают нашим животным. И хотелось бы, чтобы это начинание было продолжено, и не только люди, но и наши власти обратили на это внимание и начали помогать. Я не знаю, сколько нужно иметь силы, мужества, любви к животным, при том, что это не касаемо не только собака, а еще всех животных, чтобы содержать, а, их в таком порядке, б, такими толстенькими, и в, с такой любовью относиться. И когда я увидела, как вас облизывает волчица, это было просто для меня чудо, потому что, конечно, у всех людей вызывает это вот такой вот бурный страх. И я желаю вам, чтобы у вас хватило сил. Хватило. Хватило сил, хватило добрых, хороших людей вокруг, которые всегда бы знали, что здесь они нужны, здесь они важны. Пусть даже у них не будет денег купить курпуну, чтобы они просто приехали и просто увидели это своими глазами. Можно погулять с собаками. Можно погулять с собаками, да. Вот мой сын и мои друзья, они в полнейшем восторге. И он тащил и говорил, пойдем еще, еще, еще посмотрим. Я желаю вам здоровья. В наше время оно важно, потому что, чтобы у вас были силы на всех ваших друзей. А это друзья. Субтитры подогнал «Симон»